МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский. Как мы уже сообщали, в полиции Алматинской области произошла кадровая перестановка, а именно назначение нового руководителя Департамента полиции Алматинской области. Им стал генерал-майор полиции Серик Кудибаев, который ранее являлся руководителем аналогичного ведомства города Алматы. Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Эту должность Серик Морзакович Кудибаев получил по согласованию с администрацией президента и Акимом области. Согласно данным из открытых источников, Серику Кудибаеву 55 лет. Он родился в селе Чиен Жамбылского района Алматинской области. В 1990 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР. Трудовую деятельность начал оперуполномоченным в Алматинской области. С 1994 года по 2000-е годы занимал различные должности в полиции Жамбылского района Алматинской области. Последующие 6 лет работал в Жамбылской области. Затем снова в краю ЖТСУ, где в 2009 году был назначен первым заместителем начальника ДВД, а затем и начальником областной полиции. В 2013 году Серика Кудибаева перевели в ДВД города Алматы. Теперь, после 7-летней работы в Южной столице, он вновь назначился в Алматинскую область. Серик Кудибаев награжден орденом Айбин 2-й степени, а звание генерал-майора полиции ему присвоили в 2014 году. Прежний начальник генерал-майор полиции Мурат Урумханов возглавлял полицию области с октября 2013 года. За время своей работы в краю ЖТСУ им была проделана огромная работа по укреплению материально-технического оснащения стражей порядка. В этом большую помощь оказывали местные исполнительные власти. Конечно, всего, что было сделано, не перечесть. Но мы остановимся и расскажем о наиболее значимых моментах, которые навсегда останутся в летописи правоохранителей края ЖТСУ. Особый приоритет в своей работе глава полиции уделял общественности, ведь, как известно, без помощи простых граждан общественный порядок обеспечить невозможно. Один из первых проектов, внедряемых на территории края ЖТСУ, стала программа «Соседский присмотр». Поначалу многие к этому новшеству полиции отнеслись скептически, а зря. Пользуясь полной анонимностью, добропорядочные граждане позволили выявить тысячи административных правонарушений и раскрыть десятки преступлений. Сейчас «Соседский присмотр» действует во всех районах и городах Алматинской области. В течение только первого года в рамках этой программы на телефоны колл-центра И-102 поступило более 7 тысяч звонков, 5,5 из которых получили подтверждение. Для оперативного обслуживания поступающих сообщений были выделены отдельные экипажи и спецавтотранспорт с лейблом «Соседского присмотра». Гарантия полной анонимности позволила «Соседскому присмотру состояться» и переломить позицию граждан «Моя хата с краю, я ничего не знаю». И еще через год на улицах областного центра появились молодые люди в форме, которые вели профилактическую работу. В качестве эксперимента при поддержке Акима Алматинской области были введены штатные общественные помощники полиции. Их рабочий день, как и у действующих сотрудников, начинался с развода, после чего они отправлялись по своим участкам, консультируя граждан в вопросах безопасности. В состав отряда вошли не только юноши. Работы хватало и девушкам, которые, постигнув азы работы операторов видеонаблюдения Центра оперативного управления, стали следить за порядком на улицах. О Центре оперативного управления разговор особый. Многие страны уже давно используют такой метод контроля за общественным порядком. Аким Алматинской области Амандык Баталов лично ратовал за внедрение этой системы, которая вкупе со всеми новшествами называется «умный город». Камеры внешнего наблюдения за общественным порядком на улицах городов и районов области уже давно себя оправдали тысячами выявленных административных нарушений и десятками раскрытых уголовных преступлений. Следует сказать, что камеры нового поколения разумны и способны распознавать нарушения граждан самостоятельно. Когда впервые попадаешь в Центр оперативного управления УВД города Талтыкурган, глаза начинают разбегаться от обилия видеомониторов, на которых виден практически каждый закуток города, что позволяет оперативно реагировать на каждое правонарушение. Система внешнего видеонаблюдения продолжает совершенствоваться и сейчас. Привлекли к охране порядка и студентов ЖТСУского государственного университета, на базе которого был создан студенческий отряд содействия полиции. Буквально через несколько месяцев к этому движению захотели примкнуть и другие учебные заведения, в связи с чем генерал Урумханов решил создать специальный отряд «Жалын», бойцы которого вместе с действующими сотрудниками полиции выходят на охрану общественного порядка, работая в участковых пунктах и на улицах города. О участковых пунктах полиции разговор особый. Аким области опять же таки с подачи начальника главкообластной полиции Мурату Урумханова одобрил и выделил бюджетные средства на строительство принципиально новых участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем. Таким образом было решено сразу несколько злободневных вопросов. Участковый инспектор получил ведомственную жилплощадь со всеми удобствами, а население подведомственных территорий – круглосуточную помощь полиции в отдаленных районах, что позволило существенно повлиять на общую картину правонарушений. Следует отметить, что каждый такой пункт оборудован согласно требованию времени. Установлена необходимая оргтехника и обеспечена связь, а в некоторых случаях и возможность контроля обстановки через камеры наблюдения. Следует отметить, что в прошлом году один из таких пунктов, расположенных в Искельдинском районе, согласно проведенного МВД конкурса, был признан лучшим в республике. Решили и вопрос открытости и доступности правоохранителей. В связи с чем, учитывая, что отделы полиции, как ни крути, являются режимными объектами с пропускной системой, перед входом построили специальные небольшие помещения для приема граждан, которые теперь получили возможность напрямую задавать проблемные вопросы непосредственно руководству полиции. Теперь фронт-офисы работают в каждом районе. Долгожданное событие состоялось и у полицейских Ильийского района. Введение в эксплуатацию специального помещения по приему граждан отделам миграционной полиции. Здесь все по стандарту. Электронная очередность и стеклянные окошечки. Особое внимание, с учетом требования времени, было уделено и специальной подготовке стражей порядка. Стрелковые тиры отныне позволят существенно повысить навыки полицейских в стрельбе и умению грамотно обращаться с табельным оружием. Следует отметить, что подобные тиры открыты во всех районных подразделениях полиции. Огневые позиции каждого из них опробовал лично начальник главка полиции, ложа пули точно в цель и выбивая зачетные очки. Не забыли и о физической подготовке, оборудовав специальные тренажерные залы, где есть все необходимое для поддержания здорового образа жизни и необходимой спортивной формы. Если говорить о физической подготовке и проведении различных ведомственных соревнований, то у полицейских имеется свой спортивный комплекс «Динамо», расположенный в городе Талдыкурган. Его фундамент был заложен в 1970 году, а в середине 80-х было полностью завершено его строительство. Более трех десятилетий этот комплекс в неизменном виде служил базой для физической подготовки работников правоохранительных органов. Время предъявляло новые стандарты, которым спорткомплекс уже не отвечал. Учитывая важность физической подготовки стражей порядка, руководством Алматинской области для полной реконструкции было выделено более 365 миллионов тенге. Теперь здесь есть все необходимое для занятий спортом. Два игровых зал, тренажеры, боксерский ринг и маты для рукопашного боя. Все положительные изменения в материально-техническом обеспечении стали возможны благодаря благосклонности главы края ЖТСУ Аманды Кабаталова. Без прошлого нет настоящего. Именно это истинно и руководствовались стражи порядка, когда решили провести реконструкцию своего музея и присвоить ему имя прославленного генерала милиции, ветерана войны Абдекадыра Болсамбекова. Его бюст встречает каждого посетителя прямо у входа. В экспозициях музея отмечена почти вся история становления милиции, а в последующем и полиции Алматинской области. Еще один зал музея посвятили редкому оружию, изъятого стражами порядка у преступных элементов. Среди экспонатов имеются достаточно редкие экземпляры, владеть которыми посчитает за честь даже самый искушенный коллекционер. Увековечили имя генерал-майора милиции Абдекадыра Болсамбекова и в Сарканском районе, где он с честью служил своему народу. На центральной площади города Саркан был установлен памятник, который будет всегда напоминать правоохранителям о их высоком долге, служению народу и охране его от посягательств преступных элементов. Следует отметить, что работа полицейских сопряжена с большой психоэмоциональной нагрузкой. С тем, чтобы стражи порядка в любой ситуации сохраняли хладнокровие, при департаменте областной полиции было решено создать специальный кабинет, в котором при помощи опытного психолога полицейские избавлялись от стресса и эмоциональной нагрузки. Несколько десятков минут специальных тренингов позволяют почувствовать себя полными сил и готовности противостоять любой кризисной ситуации. Особое внимание со стороны генерала Урумханова было уделено международному сотрудничеству, тем более, что Алматинская область граничит с Кыргызской республикой и КНР. Такое соседство создало транснациональную преступность, с которой и решили совместно бороться правоохранители трех стран. Сначала делегация края ЖТСУ с двусторонним визитом побывала в гостях у своих коллег в Кыргызстане, в городе Чолпан-Ата. За столом переговоров они подписали соглашение о сотрудничестве с ГУВД Чуйской и УВД из Сыкульской областей. Главный вопрос – противостояние наркотрафику и скотокрасству, которым промышляют жители приграничных территорий. В этом же году на территории КНР полицейские Алматинской области и Стражи порядка или Казахского автономного округа КНР решали почти аналогичные проблемы приграничного сотрудничества. Главный вопрос повестки дня – общественная безопасность в центре приграничного сотрудничества «Харгос». Местом встречи Стражи порядка двух стран стал город Инь-Инь, расположенный недалеко от границы с Казахстаном. Последний раз на таком высоком уровне полицейские двух стран встречались в начале строительства центра международного сотрудничества «Харгос». Проблемные вопросы преступности, которые предстоит решать, наметили еще тогда. И вот теперь наступило время действовать по конкретным пунктам, главный из которых – контроль миграционного потока и обеспечение общественной безопасности на территории международного центра. Каждый пункт совместной работы подвергся тщательному обсуждению и отработке механизмов совместных действий. К следующему знаменательному событию полицейские шли долгие годы. Благодаря помощи главы области Аманды Кубаталову, кинологическая служба ДВД получила новый кинологический центр, оснащенный всем необходимым для воспитания служебных собак. Новый центр кинологической службы бесспорно уникальный. Теперь он один из лучших в республике. От прежнего остались только фотографии, на которых запечатлены старые вольеры и небольшое административное здание. Аким области, побывав здесь, однажды решил оказать помощь, тем более, что без служебных собак в полиции никуда. Для строительства почти с нуля выделил специальные средства. Результат превзошел все ожидания, и центр получил статус заводчиков служебных собак. Главная гордость нового центра – родильное отделение и ясли для щенков. Укрепились и позиции криминалистов, которые, опять же таки, с подачи первого руководителя силового ведомства при поддержке Акима Края ЖТСУ получили в свое распоряжение криминалистические лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. Что сразу же сказалось на качестве проводимых экспертиз. Криминалистический отдел – это не только лаборатории и анализы. Здесь хранится вся база данных на уголовных преступников и простых граждан, когда-либо попадавших в сферу интересов полицейских. Следует отметить, что в новом помещении отдела созданы все удобства для плодотворной работы. Уютный конференц-зал позволяет проводить рабочие совещания, а передвижные криминалистические лаборатории – проводить сложные анализы непосредственно на месте происшествия. Не забыли полицейские о своем кадровом резерве. Начинать готовить, который необходимо еще в подростковом возрасте. С этой целью на базе одной школы Лийского района был создан специальный кадетский класс юных полицейских, патронаж над которым взял лично генерал-майор полиции Мурат Урумханов. После поездки в Нур-Султан и представления юных кадетов тогдашнему министру внутренних дел Калмуханбету Касымову, кадетское движение стало разрастаться, и подобные классы по просьбе родителей и шкалеров открылись в других регионах. Сейчас их в Алматинской области 12. Не обделил вниманием Мурат Жалеловичи средства массовой информации, для плодотворного сотрудничества с которыми впервые в системе МВД республики была создана профессиональная телестудия, дизайн и оборудование которой он утверждал лично. Сейчас полицейские области имеют возможность создавать собственные программы, а также проводить прямые эфиры в социальных сетях и оперативно комментировать те или иные происшествия. Уверен, что и новый руководитель полицейского ведомства, генерал-майор полиции Серик Кудибаев, продолжит новаторские идеи своего предшественника. На этом очередной выпуск программы полицейской службы подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем про внушение либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующей встречи в эфире телеканал ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова